Здравствуйте, уважаемые коллеги! Продолжаем знакомить вас с серией видеороликов по предмету музыка. В данном ролике для вас представлен пример организации урока по проведению проектной работы на примере раздела долгосрочного плана третьей четверти шестого класса. В самом начале раздела на первом уроке учителю рекомендуется обратить внимание учащихся на многообразие видов искусств и построить дальнейшие уроки на основе предыдущих знаний учащихся о видах искусств. На первом уроке рекомендуется организовать также и вводное задание на тему «Классификация видов искусств». Предложите учащимся стимулирующий материал. Это может быть музыка для слушания, танец, отрывок из балета, с которым дети уже знакомы, отрывок из кинофильма, театральная сцена, цирковое искусство, иллюстрации с архитектурными зданиями, примерами дизайна интерьера и многое другое. Попросите назвать каждый вид искусств и обобщить материал, группируя по следующим признакам. Временные виды искусства, пространственные, пространственно-временные. Это задание направлено на понимание учащимися общих и различных признаков искусств. В данном слайде представлено содержание долгосрочного плана 6 класса 3 четверти. Итак, учащиеся будут изучать связь музыки с литературой, изобразительным искусством, театром и кино. На ознакомление с каждым видом искусств учитель самостоятельно может запланировать необходимое время. Мы рекомендуем по 1-2 часа на изучение каждой темы. Всего количество часов на изучение раздела 3-4-10. При планировании содержания уроков учителю рекомендуется акцентировать внимание учащихся на роль и значение музыки в каждом из видов искусств. В данном слайде представлены цели обучения 3-го раздела долгосрочного плана 6-го класса. Данные цели обучения направлены на развитие музыкальных, межпредметных и надпредметных навыков. Навыков мышления высокого порядка, творческих навыков и на развитие навыков коммуникации и языка через различные виды музыкально-творческой деятельности. Представленные в третьей четверти цели обучения достигаются при реализации их через следующие виды музыкальной деятельности, такие как слушание, анализ и исполнение музыки, создание музыкально-творческих работ, презентация и оценивание музыкально-творческих работ. В предыдущих роликах мы с вами рассматривали способы достижения цели обучения в процессе слушания и анализа музыкального произведения и исполнительской деятельности. В данном слайде мы с вами рассмотрим, как можно организовать работу по подготовке и презентации творческого проекта по музыке. Выполнение проектной работы осуществляется согласно нескольким этапам, начиная с разработки идей, планирования работы, распределения ролей для выполнения проекта, выполнение практического этапа, когда учащийся непосредственно подключается к выполнению работы, а также представления, защиты и оценивания проекта. Проекты в зависимости от темы, объема и сложности можно выполнить индивидуально, в паре или в группе. Обязательным условием является учет желания, способностей, возможностей и предпочтений учащихся. Проектная деятельность, представленная в каждом разделе долгосрочного плана, направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений и навыков, таких как постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов, развитие творческих способностей, логического, критического мышления, обобщение знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения, умение представлять работу, используя предметные термины, и оценивать ее, обосновывая свой ответ согласно критериям оценивания. Понимание связи темы проектной работы с жизнью. Итак, рекомендуемые темы уроков в третьей четверти – это музыка и поэзия, музыка и изобразительное искусство, музыка и театр, музыка и кино. Учащиеся могут выбрать одну из данных тем в качестве проектной работы или такую тему, которая объединяла бы все виды искусств. При подготовке тем для проектов учителю рекомендуется учитывать возрастные особенности учащихся, а также технические и другие возможности школы. В процессе работы над проектом учащиеся будут работать в группе, распределяя свои роли, учиться ставить цель, задачи, планировать этапы выполнения работы, озвучивать персонажей при необходимости в соответствии с сюжетом, создавать фоновые звуки и подбирать музыкальное произведение в соответствии с темой проекта, сочинять композиции по теме творческой работы, создавать свою интерпретацию к музыке, редактировать музыку в компьютерных программах Audacity, Soundation и других, разрабатывать критерии оценивания работы, представлять проектную работу, оценивать свою работу и работу одноклассников согласно критериям оценивания. Ключевыми понятиями по данной теме являются творческий проект, фоновая музыка, фоновый звук, озвучивание, роли, такие как сценарист, режиссер, звукорежиссер, режиссер по свету, актер, художник по декорациям, художник по костюмам, дизайнер, фотограф и другие, средства музыкальной выразительности, художественный и музыкальный образ, замысел автора, сюжет, декорации, сценарии. Учителю перед началом выполнения проектной работы рекомендуется проведение мозгового штурма по следующим вопросам. Например, что вы изучали в предыдущих уроках раздела, что вы изучали в данном разделе, с какими темами вы познакомились, какие виды искусств вам больше всего запомнились, почему, что общего и различного в видах искусств, какова роль и значение музыки в видах искусств, музыку каких композиторов вы слушали в течение четверти, назовите их произведения. Также учителю рекомендуется организовать обсуждение темы и содержание проекта каждой группой. Можно подготовить серию вопросов в помощь учащимся. Например, предложите идеи для создания проектной работы. О чем будет ваш сюжет? Распределите роли в группах, запланируйте свою работу в соответствии с темой творческого проекта. Подумайте и обсудите, какие учебные ресурсы и материалы вам необходимы. Обсудите, какие разученные песни, музыкальные произведения вы выберете для своего выступления. Также учителю рекомендуется заранее подготовить образец графика работы, например, как в данном слайде. Учитель на свое усмотрение может вносить изменения в данный график. Самое главное, чтобы он был эффективным для работы учащихся. Далее, учащимся предлагается приступить непосредственно к выполнению задания. Направление задания также может варьироваться учителем совместно с учащимися в зависимости от темы и содержания работы. Обязательным условием перед началом выполнения проектной работы является разработка критериев оценивания. В конце данной темы рекомендуется проведение рефлексии, которую можно провести в различной форме, например, по карточкам со следующими вопросами и фразами. «Сегодня на уроке я научился. Для меня было открытием то, что самым ценным и важным для меня было. Мне было трудно. Я понял, что... Я почувствовал, что... Больше всего мне понравилось. Я могу похвалить себя за... Я могу похвалить одноклассников за... Своей работой на уроке я доволен. Не совсем доволен. Не доволен. Потому что... Уважаемые коллеги, в данном ролике для вас был представлен пример организации урока по проведению проектной работы на примере раздела долгосрочного плана 3-й четверти 6-го класса по теме «Музыка и виды искусства». В следующем ролике мы познакомим вас со способами реализации целей обучения и содержанием раздела 4-й четверти. Благодарим вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова